Начатая в 2017 году, в Карачево-Черкесии федеральная программа благоустройства уже помогла преобразить более сотни дворов и общественных территорий региональной столицы. И, как отмечают городские власти, работа в данном направлении продолжается. На территориях, которые строители благоустраивают в текущем году, побывал Артур Мухце. Нам сделали вообще не то, что мы хотели. Поставили нам зеленую зону. У нас зеленой зоны вполне достаточно. Они нам выставили всю зеленую зону. Зачем? Абброзия, кто будет ее заниматься? В нашем доме живут одни пенсионеры. Жители этого дома по улице Привокзальной в Черкесске несколько лет ждали, когда в их двор заглянет объявленная в 2017 году по стране программа благоустройства. Проект они утвердили, но дальше что-то пошло не по плану. В этой зоне отдыха мы хотели вынести, очистить от мусора, установить лавочки, освещение, выложить тротуарной плиткой. Для пенсионеров установить тренажеры. Оказалось, что часть территории перед домом является собственностью РЖД, а потому убрать с глаз долой, к примеру, этот развалившийся частный домишко подрядчики не имеют права. И все же люди надеются, что решение будет найдено, возможно, с помощью установки забора. А вот устранением амброзии должна заняться обслуживающая организация. Соответствующие рекомендации от городского управления ЖКХ будут даны в ближайшее время. В Черкесске с начала действия федеральной программы благоустроены более сотни дворов и общественных территорий. Горожан заинтересовали возможностью лично определять, что они хотели бы видеть под окнами своих квартир. Не всегда все идет в четком соответствии с проектами. И если возникающие у людей претензии действительно требуют кардинальных доработок, то при содействии властей, надзорных ведомств и общественников этого можно достичь. Занимаемся мониторингом того, как проводятся работы по благоустройству и дворовых территорий, и общественных территорий. Это поручение Владимира Владимировича Путина напрямую нам, Народному фронту. С 2017 года мы проводим эту работу планово, регулярно, держим на контроль это все. Хочу сказать, что наиболее качественные дворы получаются там, где люди сами включаются тоже в эту работу, становятся помощниками и нам, и себе прежде всего, подрядчикам и заказчикам. По двору, который объединяет несколько домов по улицам Горького и Красноармейской, горожане не пришли к единому мнению относительно зеленых насаждений. Одни хотели сохранить деревья, другие, наоборот, мечтали избавиться от большей части растительности. Как итог, работы строителей пройдут по предложенному дизайнерами проекту лишь с незначительными дополнениями от людей. Пожелания жильцов учитывались. Здесь, ну, конечно, есть нюансы, потому что есть расположение сетей, некоторые нормы. И вот с учетом этого какие-то решения принимались, чтобы и жильцам было максимально комфортно, и, соответственно, работа им это не мешала. И уже исходя из этого, то есть схематичный план, и приступили к работам. В данном дворе у нас запланирована детская площадка, площадка для отдыха, игровая площадка и спортивная площадка для активного транспорта, то есть баскетбол, то есть мини-цетбол. Вопрос с зелеными насаждениями здесь планируется решить с помощью спонсорской поддержки. По завершении основной части работ жильцы смогут принять участие в высадке около полусотни молодых деревьев – клеонов, лип, берез. В текущем году в Черкесске благоустройство запланировано на 15 территориях, которые объединяют 25 многоквартирных жилых домов. В настоящее время работы ведутся на 13 объектах. Еще два ожидают своей очереди. Мнения об увиденных преобразованиях у людей разные. Но пока работы не сданы, действительно важные коррективы внести еще можно. Этот двор между домами Пакирова и Кавказской давно нуждался в капитальном ремонте, что подтверждают и сами жители. Раньше вот тут вот был старенький дворик, была карусель, но она скрипела. На ней особо не катались. Вот сделали эту новую площадку, вот на ней всегда все веселились. Тут было большое поле, но там уже был такой ржавый железный забор высокий. Вот в некоторых местах он уже там порвался и неудобно стояла парковка, потому что дети иногда, ну сами этого не специально, короче, они мечом случайно попадали в машину. Насколько успешно подрядчики реализовали пожелания горожан узнаем через несколько месяцев. Но уже сейчас можно говорить о кардинальном изменении облика. Таким этот двор не был никогда, как и все те, которые уже капитально отремонтированы в городе в рамках федеральной программы. Артур Максим, Мухаммед Ишебоков, Олег Малхожев, Вести, Карачаево, Черкесия.